Что будет в новой серии LVLogic Ривенги? Сможет ли Азан развестись с Шаглой? Кагла беременна. Азан вернется в компанию. Что будет между Эсрой и Азаном? Все и многое другое теперь в нашем видео. Если вы хотите, чтобы Азан Эсра простил себя перед тем, как перейти к нашему видео, не забудьте поделиться нашим видео. Эсра решила быть чинаром, когда Азан был рядом с Шаглой из формальности, просто чтобы отомстить. Самая большая причина, по которой Эсра приняла это решение, заключалась в том, что она снова думала об Азане. Эсра был беспомощен, потому что Шагла загнал Эсру в угол над Азаном. Эсре пришлось уйти от Азана, сначала от фотографий и видео в Анталии, а затем от компании Чаглой из-за угрозы, что Азан заберет их у нее. В конце концов, когда Эсра не выдержала и рассказала Азану обо всем, Азан порвал все связи с Чаглой. На вершине Азана, когда он выгнал Шаглу из дома, Шагла заплакала и подошла к своему отцу. Ее отец Арифбей, увидев положение дочери, сразу захотел связаться с Азаном и спросить причину развода. Однако ни Чагла, ни Азан ничего не сказали о причине развода. Когда Азан показал Арифу Бею, что он настаивает на разводе, Ариф Бею немедленно собрал совет директоров и уволил Азана из компании. Он думал, что Шагла Азан вернется к нему сразу же в следующем периоде. Однако, напротив, Азан принял меры к разводу более решительно. В следующий период Шагла сделает все, что в ее силах, чтобы избежать развода. Несмотря на то, что он пытается отсрочить развод, особенно через своего адвоката, дата суда будет назначена. В этом процессе, когда выясняется, что Шагла беременна, суд не приступает к процессу развода. Азан и Шагла сначала не смогут развестись из-за ребенка. Однако, разговаривая с Шаглой Мерт, она сказала, что они не имеют ничего общего с Азаном. Раньше он был с Шаглой Мерт. Хотя ребенок от Мерта, Чагла использует эту ситуацию против Азана. Возникновение этой ситуации будет раскрыто Муссой и Зейно в следующих разделах. К сожалению, Азану и Эсре придется на время разлучиться, так как развод не состоится. Азан снова побежит за Эсрой. Кроме того, отъезд Эсры из Чинара покажется Азану пустой площадью. Однако, когда Эсра узнает о беременности Чаглы, она снова попытается держаться подальше от Азана. Пока все это происходило, совет директоров компании уволил Азана с поста генерального директора и уволил его из компании. Однако им придется вернуть Азана в компанию, потому что акции компании падают, а Чейнер не может выполнять обязанности генерального директора. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. После того, как Азан узнает все от Эсры, он заканчивает свои отношения с Шаглой и выгнает его из дома. С другой стороны, когда Шаглу выгоняют из дома, она немедленно приходит к отцу и рассказывает, что случилось. После того, как Ариф Бей узнает о ситуации, он очень сердится на Азана. И он хочет пойти в компанию и попросить Азана дать отчет. С другой стороны, семья Эртен спрашивает у Зюмрут Ханем разрешение спросить у Эка Элиф. Когда Эсра идет и рассказывает новости, Зюмрут Ханем не хочет этого слышать. Однако Элиф говорит, давай. Ариф Бей приходит в компанию и спрашивает Азана, что случилось между ним и Шаглой. Азан же ничего не говорит и просит Шаглу спросить. Ариф Бей говорит, что хочет поговорить с Шаглой, но ему это не удалось. Азан же, напротив, говорит, что его решение окончательное и назад он не вернется. Ариф Бей сердито выходит из комнаты, идет к Чинару и говорит, что соберет совет директоров и снимет Азана с поста президента. Когда Эсра приходит в компанию, она сразу вызывает к себе Азана Эсру. Он говорит, что фотографии и видео Анталии были удалены отовсюду. Он также говорит, что Шагла ушел из дома, и они собираются развестись. Однако, услышав это, Эсра сердится на Азана, говоря, что я должен прыгнуть ей в объятия. Азан также говорит, что не хочет, чтобы она была с мужчиной, которого он не любит, потому что он зол на нее. Эсра же сердится на Азана и выходит из комнаты, говоря, что это не из-за кого-то. После этого Эсра отправляется в Чинар. Чинар занят организации встречи и не хочет ничего говорить Эсре. Чинар услышала о просьбе вечером и беспокоится, потому что догадалась, что Азан тоже будет там. Когда Арифбей покидает компанию и возвращается домой, Чагла с любопытством спрашивает, что случилось. Шагла начинает плакать, когда Арифбей говорит, что решение Азана окончательное. Несмотря на то, что Арифбей спрашивает, что происходит между ними, Шагла ничего не говорит и игнорирует ситуацию. Арифбей, который не выдержал такой ситуации с Чагла, заявил, что возьмет компанию у Азана советом директоров. Семья Эртен готовится к вечеру и отправляется в дом Зюмрут Ханым. Когда Чинар разговаривает со своим отцом, она реагирует, когда слышит, что Азан будет временно исключен из совета директоров. Однако Арифбей говорит, что если он примирится с Чаглой, ситуация улучшится. Каждый раз, когда отец Эка, Елчин Бей, пытается сказать Зюмрут Ханым, что он хочет Элиф на церемонии запроса, он пытается пошутить. Затем, когда Менекши быстро говорит, что мы хотим, чтобы Элиф Эка, Зюмрут притворялся, что упал в обморок. Однако эти уловки Зюмрут никто не проглатывает. И Зюмрут Ханым, который не выдержал этой настойчивости, говорит, что я дал его, и его больше нет. Кольца приходят, и после выступления Елчин Бея Элиф и Эка обручены. Тем временем Азан и Эсра рассказывают о том, что произошло в их церемониях запроса. Несмотря на то, что Азан просит второго шанса, когда он рассказывает, что произошло, Эсра не идет на компромисс. Снова в отчаянии Шагла отправился к Мер. Между тем он признается, что за ночь, когда они остались с Азаном на лодке, ничего не произошло. Семья Эртем хотела Элиф и наняла Эка. Вечером по пути к ним домой приходит Азан и говорит Эсре, что он не хочет больше ссориться и что с этого момента они могут оставаться друзьями. Хотя Эсра принимает эту ситуацию, то, что происходит внутри Азана, отличается. Когда Эсра идет домой, Чейнер звонит Эсре и спрашивает, что случилось. Хотя Чейнер пытается вытащить что-то из уст Эсры, Эсра ничего не говорит об Азане. В это время Шагла приходит домой и очень сердится, когда видит это состояние Шаглы. Однако Чагла мечтает снова быть с Азаном завтра после совета директоров. На следующий день собрался совет директоров компании. Однако до последнего момента никто не сообщил Азану. Хотя сначала он удивлен, когда его вызывают в совет директоров, он сразу же собирается и входит в совет. Когда он вошел в совет директоров, было принято решение об увольнении Азана. Хотя Азан очень расстроен, он не показывает этого совету директоров, покидает собрание и уходит в свою комнату. Сразу после этого Шагла говорит, что если ты пойдешь и вернешься ко мне снова, я могу поговорить с отцом и все исправить. Когда он говорит, стоит ли делать это для Эсры, Азан говорит, что моей любви достаточно и для Эсры, и для меня. Пока Азан собирает свои вещи и уезжает, Муса уходит с работы вместе с Азаном. Уходя из компании, он разговаривает с сотрудниками и передает ситуацию. Все грустят и слышат, что тогда произошло в Эсре. Он немедленно идет поговорить с Чинаром. Когда его спросили, что случилось, Чейнер ответил, что так должно быть. Он немного успокаивает Эсру, говоря, что я хочу управлять этой компанией. Когда телефоны не могут молчать на работе в Анталии, Эсра хочет взять файлы и поработать с ними. Идя в комнату Азана и забирая файлы, приходит Чагла и очень сердится на Эсру. Особенно, когда Эсра злится, говоря, что Азан не перестает любить вас, Эсра выходит из комнаты, говоря, что вы больны и вам нужно лечиться. Азан и Муса вернулись к тому, с чего начали. Азан говорит, что я потерял работу и Эсра больше нет. Муса, с другой стороны, говорит Азану, что он очень доверяет Азану в бизнесе, но никак не в отношении Эсры. В это время Муса выходит перекусить. Сразу после этого к Азану приходит Эсра. Он очень расстроен, потому что думает, что все это он виноват. Тем временем он задает вопросы об Анталии и просит помощи у Азана. Азан во всем помогает Эсре. Эсра спрашивает, почему она так себя вела, несмотря на то, что ее уволили из компании. Азан же отвечает, что я основал компанию, и однажды я снова буду ее главой. Как только Эсра уходит, приходит Муса. Когда он говорит, что принес еду, Азан предлагает вместе поужинать. Однако, когда Эсра говорит, что у нее есть другой план, она понимает, что она с Азаном Чинаром. Вечером Чейнар и Эсра пошли обедать. Когда дело доходит до Азана, Чейнар теряет вкус. В этот момент приходят друзья Чинара. Хотя Чейнар не хочет быть вместе, ее друзья садятся. Когда Чинара заводит глубокий разговор со своими друзьями, Эсра чувствует себя одинокой. Покидая ужин, Чейнар представляет Эсру как свою девушку, а журналисты фотографируют. Эсре не понравилось такое поведение Чинара. Когда он говорит Чинару, он интерпретирует это как желание Эсре отдалиться от него. Однако, когда Эсра говорит, что это не так, Чейнар расслабляется и уходит из дома Эсры. Тем временем Азан и Муса работают вместе. В то время как Азан говорит, что Чейнар будет очень занят завтра, Муса смотрит Эсру и Чинара в видео из журнала. Азан также очень злится, когда видит видео. На следующее утро все новости говорят о том, что генеральный директор компании ушел, и акции компании постепенно падают. Все очень волновались. Когда Чейнар видит новости, она сразу же злится на Азана. Он идет в дом Азана в гневе и спорит с Азаном. Азан очень злится, когда говорит Азану, кто-нибудь так выражает свою компанию прессе. Азан отвечает, что моя компания уволила меня со вчерашнего дня. Тем временем Эсра не дает им вступить в драку. Чинар сердито идет в зал заседаний. Эсра идет за ней и спрашивает, почему она так злится. Чейнар говорит, что у меня есть право злиться после того, как все это произошло. Когда Эсра говорит, что она ошибается в этом и что она не должна делать это таким образом, Шайнар говорит Эсре, что она должна принять решение. Когда Эсра спрашивает, что ей следует решить, она говорит, что вы должны выбрать либо меня, либо Азана. Эсра, с другой стороны, реагирует, говоря, что она сбивает с толку проблемы и что эта проблема возникла только из-за разлуки Азана с Чаглой. Затем, когда я говорю, что мне никогда не нравился этот новый Нар, Нар говорит, что у нас есть только Нар, если она ей подходит. Эсра выходит из конференц-зала, даже не оглядываясь. Пока все это происходит в компании, у Эртенов возникают проблемы со списком Зюмрут Ханым. Пока Эко пытается заработать на рисе из нота, Элиф помогает ей. Кроме того, Зюмрут Ханым теряет сознание, когда слышит, что Азан ушел из компании. Придя в сознание, от старого Изумруда не осталось и следа. Он так хорошо ко всем относится, что даже снимает браслеты на руке и передает их Вайолет. После ее последнего разговора с Эсрой Чинар она больше не встречалась. Азан, с другой стороны, продолжает работать с Муссой и не отвечает ни на электронные письма, ни на телефонные звонки. Шагла все еще думает, что Азан вернется к ней. Несмотря на все предупреждения адвоката, он не хочет разбираться в ситуации и хочет пойти поговорить с Азаном. Однако Азан не хочет слушать Шагла, и когда он хочет уйти, он уходит из дома на свадьбу, подчеркивая, что он полон решимости. Эсра пришла на свадьбу, и Азан последовал за ней. Когда приходит Азан, он сразу садится рядом с Эсрой. Когда Азан спрашивает, почему она пришла одна, Эсра Чинар отвечает, что она не пойдет сюда. Однако Азан понимает, что Эсра лжет. Эсра вынуждена признать, что они не в хороших отношениях. Затем они проводят время вместе, рассказывая о том, что делали на свадьбах в детстве. Между тем играет романтическая песня. Жених и невеста приходят и приглашают Эсру и Азана танцевать. Когда Азан и Эсра начинают танцевать, Эсра говорит, что я не говорила им, что мы расстались, чтобы они не расстраивались. Азан говорит, тогда давайте хорошо сделаем свою часть. Однако Эсра терпеть не может, бросает танцы и покидает свадьбу. Азан идет сразу за ним. Когда Эсра злится из-за того, что ее друзья так не танцуют, Азан отвечает, говоря, что он будет нашим врагом, но не другом. Он говорит, что мы очень любим друг друга, мы не можем отказаться от этого ни на что. Когда они собирались подойти друг к другу и поцеловаться, внезапно зазвонил телефон, и Азан застыл. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.